Выход к роялю всегда праздник для любого настоящего музыканта и не важно сколько ему лет. Дети и взрослые с трепетом прикасаются к клавишам строгого инструмента. Антон Степанов, концертмейстер школы, открывает концерт. Виртуозное исполнение музыканта никого не оставляет равнодушным. Зал взрывается овациями. На отделении зародилась новая традиция – исполнять свои любимые произведения. Будут теперь и преподаватели. Музыка – это моя жизнь. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Это то, чем занимались мои родители. Моя бабушка с дедушкой. Я музыкант в четвертом поколении уже. И это моя жизнь. Рояль – это мой самый добрый друг. И дети, с которыми мы выступаем, с которыми мы поем, играем, это сродни собственным детям, потому что они все разные, они все близкие, они все творческие. Концерт «Наши надежды» – это своеобразный итог учебного года. Он по традиции проходит в апреле и завершает череду выступлений для учеников отделения. Девятнадцать лет назад сольный концерт из двадцати произведений дала в первом отделении Анечка Емельянова первый класс, а в второе отделение тоже 20 произведений играла Римма Калантарян второй класс. И вот с этого момента у нас еще сольные концерты так и не повторились, а вот такие большие концерты по 30 с лишним номеров – вот у нас наши надежды. Причем один день. Первый, второй класс не умещаемся, уже долго. И второй, вот сегодня, второй день будет третий, четвертый класс. Для многих ребят год был успешным. За плечами участие в областных и международных конкурсах. Но, несмотря на это, они все так же волнуются перед выходом на сцену. У меня было новое в этом году то, что у меня первый раз был ансамбль. То, что в прошлом году я ансамбль не играла. У меня попалась девочка, очень хорошая. И с ней мне очень комфортно играть. Было достаточно много конкурсов, но в целом я с ними справилась. Были небольшие сложности, но это уже все позади. Концерт смешанный. Ребята играют не только сольно, но и в ансамблях. Кстати, многие отмечают, что вдвоем гораздо спокойнее выходить к роялю. Мне больше нравится ансамбль, потому что, когда ты ходишь один, то тебе немножечко страшно, а когда вдвоем уже не так страшно. Но там ты подведешь партнера, и так ты сам за себя играешь, а так ты уже играешь за двоих. На каждого, кто в этот день поднимался на сцену, преподаватель возлагают большие надежды. Итоги учебного года подведены, а впереди каникулы и работа над новым репертуаром.